Да, Добрый день, Ирина Владимировна. Канцлер Германии Олаф Шольц допустил проведение новых переговоров об урегулировании ситуации в Украине. В частности, Шольц сказал, что для того, чтобы вооруженный конфликт прекратился, цитата, необходимо говорить. Готова ли Россия к ведению этих переговоров и в целом как... Извините, пожалуйста, а можно спросить, я не имея возможности спросить у господина Шольца, хотел бы спросить у вас, коль скоро вы его цитируете, переговоры с кем? С Россией. Он говорил непосредственно о переговорах с Россией. Я понимаю, Россия с кем должна вести переговоры? Я так понимаю, что он заявлял от своего имени. С ним? Ну вот о чем мы говорим? Я процитировал... Ну я понимаю, я просто хочу сказать, вот вы процитировали. Необходимо говорить, чтобы вооруженный конфликт прекратился, необходимо говорить. Вы спрашиваете, готова ли Россия к ведению переговоров? С кем? Ну, в частности, в частности, с Германией. Так а он... Раз заявление... А он же вроде звонит президенту Российской Федерации, и у него какая-то плохая связь с его стороны. В чем проблема-то? Посольство Германии, насколько я знаю, присутствует в нашей стране. Когда Аналина Бербок собралась в Москву, ей в этом не было отказано. Она и посетила нашу страну. Есть какие-то данные о том, что российская сторона отказывает Берлину в контактах. Я об этом не слышала. Если у господина Шольца есть какие-то данные, пусть они уж поделятся, не таятся. Если речь идет о переговорах с Украиной, с киевским режимом, с той стороной, я напомню то, что мы сказали сегодня, вновь озвучив решение киевского режима на законодательном уровне запретить переговоры с Россией. Скажите, пожалуйста, об этом законе, об этом законодательном акте знаем только мы? Вот Зеленский и вся Российская Федерация только знает. А в Евросоюзе никто не слышал, что ли? Может быть, Шольц вообще другое имел в виду? Может быть, когда он заявил, что необходимо говорить, может быть, он считал, что необходимо говорить в микрофон, просто в виде монолога? А вот это они исполняют прекрасно. Это мы видим. Но в этом случае никакого эффекта не будет, будет обратный эффект. Если говорить в виде монолога друг друга, обвиняя, и при этом поставлять вооружение киевскому режиму и, так сказать, науськивать его и подзуживать, никаких позитивных результатов не будет. Спасибо. Так что вот. Но если вы поймете, что конкретно он имел в виду, то я с удовольствием детализирую свой ответ. Ан, извините, напомнить я хотела бы то, что параллельно с призывами говорить, руководство ФРГ продолжает накачивать киевский режим оружием и инициативно пытается выполнить или выполнять или заниматься функцией координатора экономической войны, проводимой Европейским Союзом против нашей страны. Германия, по сути, собственноручно сделала себя стороной конфликта, и поэтому не может рассчитывать на роль честного брокера. Если она хочет от себя вести какие-то переговоры, еще раз говорю, никаких проблем нет, пожалуйста, пусть обозначат какую-то свою позицию, свою роль. Ну, еще раз говорю, мне неизвестно о том, что им бы было отказано в контактах с российскими коллегами. Если речь идет о каких-то умозрительных потенциальных переговорах, я, правда, еще раз, давайте, может быть, вы уточните у германской стороны, что они имели в виду. Но при этом, на мой взгляд, есть еще одна возможность или еще один вариант того, что же на самом деле имел в виду господин Шольц, заявляя, что нужно говорить. Может быть, он имел в виду, что ему нужно говорить с Меркель после ее откровений, которые она сделала в интервью «Цайт». Может быть, с этого действительно начать Берлину? Может быть, госпожа Меркель расскажет господину Шольцу, как было на самом деле вот тогда, и в 2013, и в 2014, и в 2015 годах, и все это время. Может быть, он это имел в виду? Не могу исключать. Потому что недавние высказывания Меркеля по Минским соглашениям показали истинную цену германского посредничества. Да и собственным голосом в украинских делах Берлин среди лидеров коллективного Запада тоже не обладает. Если предыдущий германский тяжеловес заявил, что никаких возможностей, желаний, намерений, возможностей не было все это с их позиции реализовать, то человек, который недавно пришел к власти в Германии, я думаю, что точно вряд ли все это будет под силу. Хотя, еще раз, нужно понять, о чем шла в принципе речь. Но главное, мы же видим, что ни одна инициатива, которую выдвигает Берлин, или ни одна роль или функция, которую они пытаются на себя примерить, не реализуется без согласия или согласования с Соединенными Штатами Америки. Поэтому какова ценность их индивидуального качества, это большой вопрос. Соответственно, зачем тратить время на тех, кто не способен самостоятельно принимать какие-либо решения? Заканчиваю это риторическим вопросом.